всем привет как я обещал в прошлом выпуске я буду делать обзор на игру с дизайдом от подписчика или дара ну что ж давайте начнем обзор для начала мы посмотрим на картинки такие у нас здесь есть скриншоты ну мы видим как как выглядит наша игра которую мы будем еще собирать игра у нас довольно таки такая классная красивая графика ну по графике тоже есть небольшие у меня так скажем недовольство если так присматриваться в игру то графика довольно таки хорошая но видно что она немножко коряло что у нас видно здесь различные пиксели игра у нас не пиксельный поэтому вот эти пиксели у нас не должны быть видны вот особенно хорошо видно здесь видно что у нас например солнце просто приближена и из-за этого у нас происходит разнопиксельность то есть если присмотреться кораблику то тоже видно что мы сделаем как из таких пикселей маленьких а у солнца у нас большие пиксели то есть графика сделано с любовью но не слишком то есть можно было бы получше сделать ну вот здесь мы видим что у нас есть какая-то планета и что-то надо здесь делать вот даже в скриншотах видно небольшой баг вот здесь у нас какой-то есть текст если их дарь ты видишь что переделы сделай нормально то это как-то криво ну как я и сказал на счет графики графика довольно таки прикольно видно что человек старался но у него не хватало видимо или времени чтобы не делать такие ошибки чтобы у нас не не было такого разно пик не было бы разно пиксельности ну давайте посмотрим на саму игру если мы включим саму игру то мы увидим то как надо управлять наши игры и что в общем это здесь делать то есть мы видим здесь что-то типа обучалки сразу хочу сказать по первой фотографии то что у нас здесь почему-то вот такой вот текст fps и почему-то бесконечное количество рубинов 0 и 99 я думаю это бесконечное число потому что обычно так делают если хочется проверить какую-то вещь добавлять деньги это самый быстрый способ и опять же минус 270 то есть я думаю что и да просто не убрал вот эти тексты но это не столь важно но это очень некрасиво выглядит если смотреть на именно на графику и на внешний вид вот как я говорил про разнопиксельности здесь у нас видно большие пикселя здесь у нас совсем плохо видно то есть и дар у нас просто уменьшал и увеличил картинки а так делать нельзя ну давайте посмотрим следующую картинку вот про это я уже ничего говорить не буду здесь тоже ничего такого важного нету так как что-то делать надо тоже все видно понятно так ну вот здесь опять же видно что на тексте что-то тут есть ну не видно что так ладно это не важно смотрим дальше так мы видим что можно в магазине что-то покупать и все такое так ну и поехали поиграем в нашу игру как будет называться наша раса давайте вот так вот ник мой будет стандартный и поехали играть в нашу игру так что мы видим мы видим что мы появились мы вот такие вот маленькие нам надо как-то управлять управление у нас на стрелочке двигаемся мы очень медленно стреляем мы на мышку так вот мы видим что у нас здесь уменьшается энергия энергия у нас меньше и меньше становится чтобы зарядиться нам надо было лететь назад так опять же я вижу здесь какой-то текст этот текст я думаю что его здесь не должно быть вот мы на нас напали вот я появился и корабль почему-то зарвался ну давайте поискать еще у кого-нибудь так ну давайте посмотрим что у нас здесь есть вообще так это у нас планеты опять же я вижу что у нас здесь немножко коряло все написано потому что здесь у нас текст на русском кнопки на английском название на английском нельзя так делать если вы делаете все на русском то пишите все на кнопки и текст на русском а если вы делаете кнопки на английском вот оно все на английском делать иначе так некрасиво так ну в общем видно что удар у нас старался рисовал графику как я и говорил раньше немножко коряло ну неважно так что у нас здесь мы можем здесь прокачать наших наш корабль так но видно что здесь очень много различных возможностей это мне нравится это очень хороший плюс но опять же немножко коряло все у нас нарисовано лидару может срочно художник который ему все нормально нарисовать так ну давайте купим следующий кораблик так что это такое на это что мы можем наверно поставить так ну вот мы идем убивать наших врагов так вот на и бежим 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 ничего интересного здесь не происходит вот у нас нападают и почему-то взрываются без понятия почему что это такое что это за размытый кусок я не могу сказать что это такое я думаю что это метеорит почему так много врагов вот что это за размытая что это такое почему мы так сильно размыли вот что это такое вот как это понять нельзя так размылась ничего так давайте посмотрим что у нас есть магазин магазин мы можем купить различные пушки так ну давайте купим новую пушку у меня есть деньги только на первую пушку так и я купил что делать дальше я без понятия ну ладно управление очень удобно вот жутко мне неудобно играть в такую игру вот с таким управлением и почему нельзя было просто зажать мышку чтобы стрелять почему мы должны именно нажимать где-то не ну как я понимаю удрать я уже не смогу я сейчас опять его вот и опять умер нигде я появлюсь я появился где-то и тоже не надеет я если я перейду в магазин то я потом появлюсь на вот этой точке это тоже не очень хорошо потому что так неинтересно может быть я захотел просто свои деньги на день возвращаться назад именно опять же это похоже на небольшой чит здесь если я захочу убежать от этих корабликов я возьму сюда и все так в общем то неинтересно и у нас опять же появляется полное здоровье так совсем не интересно так на эту придумал новый кораблик может это быстрее будет мощнее да он намного быстрее и мощнее так и нашел здесь в игре новую небольшую фишку которую только что заметил я понял как можно продавать металл который мы собираем если найти в магазине здесь нажать на металл то можно продать металл вот и продал металл и в общем то все вот наконец-то я нашел планету и вот пытаюсь ее захватить захватить что это такое нет это не то так а как у меня планета захватывает а может отсюда нет в общем я так и не понял как не захватывать планета но я понял одну фишку не разогнаться и я хотел бы намного легче чем лететь и спереди То есть если вот я буду сейчас разгоняться, то мне будет он медленно разгоняться, а зато он в разы быстрее разгоняется. То есть вот такой вот небольшой баг я нашел в этой игры. Ну я думаю на этом я выпуск буду заканчивать, потому что ни разу же мне подмогоело, ничего нового не появляется, да, и культик получается очень длинный. К сожалению, я только не понял, как захватывать планету, может надо было перечитать инструкцию, конечно, но мне слишком лень. Лучше было бы, если мы подлетели бы к планете, и здесь появилось бы окошко, хотите захватить и так далее. Но, как я и говорил, здесь есть небольшой недостаток, вот если я буду лететь вперед, то я буду очень медленно разгоняться, а если я буду лететь назад, то я разгонюсь в разы быстрее. Всю, когда я играл, я всю, ну почти, когда это понял, я играл вот так. То есть я летел задом. Пиндар, вот тебе небольшой пример у его бага, у твоей игры, надо это изменить. Ну что я могу еще сказать. Я могу еще сказать, что в этой игре надо обязательно изменить графику, потому что мне она совсем не нравится, потому что у меня здесь очень много разнопикселей на стиле. То есть вот здесь у нас большие пиксели, а пиксели кораблика мы, допустим, не имеем. Так же слева у нас опять всякие иконки, тоже они мне не нравятся, например. Слишком они выглядят просто, но убедительно. Что я могу сказать в плюсы про эту игру. В этой игре довольно-таки большой пространство, то есть довольно-таки большой миф. Все-таки у нас есть возможность прокачки героя. Вот, я довольно-таки много прокачался персонажей, я считаю, потому что, думаю, не каждый бы смог бы столько прокачать. Ну, нет конечными максимумами, но все же. У нас здесь есть магазин, и вот мы видели небольшой баг, вот еще один баг. Вот такие баги надо изменить и доделать игру, и будет он молодец. Ну, как я говорил, я так не понял, как захватывать планеты. Вот, я, допустим, подлетел к этой планете. И что делать дальше, я не знаю. Ну, в общем, все. Так же, как я говорил, здесь есть вот такие вот недочеты. Ну, я могу сказать, что Игар молодец, постарался, но здесь есть к чему стремиться. Если он изменит всю графу основательную, доделает пару плюшек, то будет очень красиво. Могу сказать насчет фона, что фон можно сделать тоже лучше. Если добавить еще один слой с другой скоростью прокрутки, то получится, что у нас звезды будут двигаться друг относительно друга по-разному. Это будет немного красивее. Ну, а так, довольно-таки хорошая игра. Опа, я захватил планету. Как я это сделал, я не знаю. Но я умолю, что захватить планету. Ну да, мне уже игра поднадоела, поэтому я буду заканчивать. И, в общем, все. Я вроде как назвал все недостатки. В них входит, конечно же, то, что у нас игра имеет разные языки. Где-то английский, где-то русский. Разнопиксельность. Немножко сырая графика. И мне, наверное, было скучно играть на нее все-таки. У нее хватает какого-то экшена. И как-то так. Также еще в игре есть небольшой баг. Если я буду лететь перед и задом, то лучше лететь задом. А задом я набираю скорость намного быстрее. Ну и, в общем, все. Эльдар молодец. И все, кто смотрели, и все, кто поставит лайки, тоже будут большими молодцами. Ждите следующий выпуск. Я думаю, скоро он выйдет. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. И не забывайте заходить в нашу группу ВКонтакте. Там много чего интересного бывает время от времени. Ну, всем пока.